Вы знаете, цели, к вам, к сожалению, различны. И я так понимаю, что и вы все присутствующие, может быть, тоже разнятся цели. Вот, какие цели мы складываем, чтобы мальчик возрастал, его будущее, чем вы видите его в будущее. Ну, да, вы свои цели. И позвольте мне повести хотя бы два примера. В девятнадцатой главе книги судей рассказывается про одного человека, звали его Абдон. Он был судьей в 8 лет в Израиле. В 8 лет. У него было 30 сыновей и 40 жнуков. 70. И сказано, 70 детей ездили на 70 молодых ослах. 70 сыновья и внуки. Всего 70. И все они ездили на 70 молодых ослах. Это серьезно. Ну, ослы, знаете, молодые ослы, это было единственное средство передвижения. Понимаете? Что они делали на этих молодых ослах, куда они ездили, не знаю, но не написано. Вот все, что написано об этой семье за Абдона, что у него было 70 всего, да? И 70 молодых ослов. И куда они ездили, чем занимались, не знаю. Ну, я так представляю, вылет с поля и на перегорке друг перед другом. Вот вылета много. Вот и все. И больше ничего не знают. На 70 молодых ослах. Ну, наверное, мы удивимся. Вот интересный человек Абдон, если перенесем на сегодняшний день 70 детей и все на Марселесах новых. Ну, что-нибудь подобное, понимаете? 70 молодых ослов. Знаете, цели, цели разные. Вырасти детей, дать определение каждому, чтобы все были сыты, чтобы по достатку жили, да, чуть-чуть больше. Достатка, чуть-чуть, ну, много-то не надо, а чуть-чуть побольше достатка. Чтобы здоровенькие все были, чтобы у всех было там имение какое-то, определение и так далее. Я хочу сказать вам, братья и сестры, все мы разные. И цели могут быть вот так вот не одинаковые. Однажды, я помню, в 73-м году, когда я освободился после второго срока, прежде чем приступить к служению, ну, решил посетить церкви. Не будет такой возможности, когда вот так вот уже приступлю к служению. И решил посетить и Даню Ростов, и Средний Лаван, и Сибирь, и Урал. И вот помню, прихожу, я не уж не буду говорить, какая это церковь, это второстепенный вопрос. Хорошо собрание прошло, большое собрание. Я говорю, брат подошел, говорит, ты меня помнишь? Нет, я помню, ну, тоже не помнишь, ты у меня ночевал. Ну, я у многих ночевал, да. Но не помню. А пойдем ко мне ночевать. Я говорю, я, наверное, не смогу, мне завтра в 8 утра поезд. О, у меня, я забыл, какую машину он назвал, ну, новая машина. Подвезем, подвезем тебя к поезду. Пошли. Ладно, пойду. Приходим. Он мне кое-что стал рассказывать, как его Бог благословляет. И спрашивает меня. Ты помнишь, сколько у меня детей-то было? Нет, не помню. 8. Ну, все здоровы. Все здоровы. Кстати, все определены, все замужем, все женаты. И знаешь, меня Бог так благословляет, как никого. Вот таких я не знаю. Я говорю, да быть не может. Почему не может? Вот по этой улице, показывает мне одну улицу, живет моя дочь. Пройдись по улице, выбери самый хороший дом. Это, в этом доме живет моя дочь. Он уверен, что лучше этого дома быть не может. Вот так он определил своих детей. Ну, дошли. Открывает он дом. Меня первого. Проходи. Я не мог идти. На пороге дома шкур какого-то белого деревья. Я, вы понимаете, мой грязный сапогон. Ну, думаю, поднять. Некрасиво сказать, чтобы мои половинки поднимаешь. Ну, не знаю, как поступить. Думаю, разутся. Носки могут быть грязнее моих сапог. Ну, в дороге же я. Я не знаю, стою. Я говорю, вы, вы, подойдите. Нет, нет, вступай, вступай, вступай. Ну, ладно, вступал. Сели за стол. Я уж не буду все подробности рассказывать. Время-то 30 минут ты мне дал, да? Ну, я начинаю делать беседу. Он рассказывает все подробности за своих детей. А я ему говорю, что ты мне, прости, ты мне расскажи, кто при каком служении. Кто несет какое служение в церкви. Какой успех служения. А он переворачивает на другую тему. Я опять направляю. Опять. Оказалось, ни один из восьми не член церкви. Все определены, все, все, все имеют все, что только пожелали, но никто не член церкви. Я говорю, миленький, ну, бывает же не счастье такое. Бывает. Но если бы ты сказал, что вот у меня все дети определены, и все хорошо, и очень хорошо устроены, ну, беда-то у меня, давай, брат, помолимся. Никто из них не член церкви, никто не примирен с Господом. Беда большая. Мы помолились бы, вот и радость была бы у нас, что Господь так вот по нужде нашей пошлет и милый. А его совершенно-то не беспокоят. Вы чувствуете, братья и сестры, куда заехал далеко? Не беспокоят только материал. И все. И все. Вот. У нас все на молодых ослах. Образ так говорят. А я вспомнил за другого мужа Божьего. Был такой Яман. У него было 14 сыновей и 3 дучки. И знаете, чем занимались 17 детей? Все они были при храме Господнем, а он был регентом. 17 детей и все в храме. Яман. А знаете, кто такой Яман? Он внук Самуила. Это внук Самуила. Некоторые говорят, Самуил какой несчастный. Не захотели даже люди, его детей, чтобы, ну, преемники, да, были судьями, да, в израильском народе. А Господь говорит, не тебя отвергли, меня отвергли. И кто-то думает, Самуил трудился, а пожалуй, несчастье. У детей, кто зачаровался. Нет. Внук 17 детей имел, и все при храме Господнем служили. Скажите, разве это нерависть? Ну, что лучше может быть все 17? Здесь не сказано, как материально жили все 17 детей. Там в этой главе 25-й книги про Липоменон, первая книга про Липоменон, 25-й главе, и 26-я. Вы прочитайте, стражи там были в хору, ну, очередность. Один час служила одна группка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И вот с каждой группки дети иманов. Перь при храме Господнем. Вот не сказано, были ли у них молодые ослы или старенькие. Ну, не сказано совершенно. Это второстепенный вопрос. Пешочком лишли. Или на острике подъезжали к храму Господню. Но они были участники словословия к Господу. И это в этом вся радостное наследство для самудилов. Ах, если бы самудил беда в этого Емана, счастливого отца 17 детей. И чтобы они были прихрады Господня. Вы, мирники, все присутствующие. Вы были когда-нибудь, так вот, объяты такой великой радостью. Чтобы все ваше потомство служили Господу при всех обстоятельствах. Вы стечали меня, как он никогда не будет. Я скажу вам, что самая большая радость – это когда благословенный бассейн. И Бог сам позаботится о благословенном урожае. Как пример, самудилы и внуки, и 17 праздников – все они прислужения Господу. Вот такой благословенный результат. Что посеет человек, то он и пошнет. Бог поругает, не бывает. Кто верным Богу пребывает и чтит его святой завет, Того он чудо охраняет Среди житейских грозных век. Кто верит, вер, тот в нем найдет Защиту от земных нет злой. Так часто на земле выносит Груди забот и скорбь и страх, И у него пощады просит, и роп, чем на судьбу в слезах. Но чем нас давит жизнь сильней, Тем наша слабость нам ясней. Служи ему нелицемерно во всех словах, во всех делах. К тебе придет он непременно, Славами мира на устах. Он враг о войне взгоды час, От всех тревог спасает нас. Иди же ты его путями, И духом в битве не слабей. И верь, что он всегда над нами, С великой благостью своей. Кто уповает на него, Увидит Бога своего.